Члены бюджетной комиссии не согласны с решением коллег из депутатской комиссии по вопросам ЖКХ. Последние, по их словам, рекомендовали несколько нецелесообразных решений. Так, например, комиссия по ЖКХ и коммунальной собственности рекомендует убрать библиотеку имени Кропивницкого. Существование центральной городской библиотеки депутаты почему-то сочли нецелесообразным. Или еще одна инициатива – оставить без финансирования объездную дорогу на Намыве. Якобы она тоже мало кому нужна. А вот с точки зрения Сергея Кантера, который уже четыре созыва работает в составе городского совета, такие решения только навредят жителям города. Также депутаты бюджетной комиссии рассмотрели деятельность горно-спасательного отряда «Марс». В 2013 году приказом МНС происходило сокращение отрядов, вот этих военизированных горно-спасательных отрядов по всей территории Украины. Было сокращено более шести отрядов. Остальные, которые смогли, влились в горно-спасательный отряд «Криворожский». Александр Герасименя пояснил, что задействовать криворожан решили еще на сессии в 2003 году. 13 лет подряд были преступники депутатов. Коль они финансировали после этого решения это подразделение. А теперь мы такие пришли белые, чистые, и мы хотим стать, так скажем, вот... Ну, это же, наверное, неправильно. Чтобы разобраться в этой ситуации, члены бюджетной комиссии решили поехать в отряд и только после этого принимать решение. На заседании рассмотрели и вопросы городского здравоохранения. Меня интересует вопрос по 2 миллионам гривен, которые предусмотрены на асфальтирование. Значит, я разговаривал с главным врачом, он дал нам, со Светланой, дал нам, значит, схему, я вам ее передам, где ему достаточно просто починить это покрытие, и там гораздо меньше будет, чем 2 миллиона гривен потрачено. Начальник городского управления охраны здоровья Лариса Дергунова ответила, что воспользуется этим предложением, которое позволит сэкономить. Выплыл адрес по Привольной 41, по приобретению и размещению там амбулатория. Лариса Юрьевна, поясните. Это район Ракетной рощи, где обслуживается до 12 тысяч населения этого района. Малада. Значит, на первом этаже есть пустующее помещение. Оно в частном собственности. Поэтому велись переговоры еще депутатами прошлого созыва, выезжали на место, смотрели комиссионно, как бы дали согласие, чтобы приобрести и расшириться эту семейную амбулаторию. Обсудили и перспективы развития здравоохранения в городе. Какая величина заложена в программу бюджета развития вашего управления? Лично моего управления ноль копеек. Не, ну я имею в виду коголовного расстояния. Мы еще подумаем, что в моем управлении заложили деньги. У тебя нет управления. 25 миллионов. То есть программа на 20 миллионов? Да. Отдельно на 16-й год? Отдельно на 16-й год. Анна Звонецкая, Олег Хусейнов, MSN Digest.